Сносить нельзя оставить. Сегодня глава региона провел встречу с дольщиками долгостроя на улице Беляева, 23. На встречу была назначена экспертиза. И по ее итогам будет принято решение, что будет дальше с многоквартирником. А вот дом на пересечении Ленина и Кирова уже точно будут сносить. Подробности расскажет Гульнара Успанова. В долевое строительство семья Мыльниковых вступила 12 лет назад. Тогда дом, строящийся в центре города, казался перспективным. Рядом первая гимназия, в которую должен был пойти младший ребенок, и университет для старшего. Но дети выросли, а дом не достроен по сей день. Застройщик ПСК «Континент» признан банкротом. Обманутым дольщикам помогла область. В рамках осуществления масштабного инфекционного проекта, который проводят власти нашего региона, мы, обманутые дольщики, сейчас получили, а некоторые еще получают, квартиры, скажем так, в других домах. Люди потеряли в деньгах. Хотя, конечно, можно сказать, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе. А долгострой снесут. Демонтаж планируется начать ближе к лету, и обойдется он примерно в 100 миллионов рублей. Будет ли это субсидия из областного бюджета или иной источник, еще не решили. А это уже другой скандальный дом, недостроенный «Континентом». Находится он на пересечении улиц Герцена и Камышинская. Судьба этого долгостроя еще не решена. Судебные разбирательства все еще продолжаются. Назначена дополнительная экспертиза здания. За годы, пока стройка шла, а потом была заморожена, многие строительные нормы изменились. К тому же застройщик нарушил проектную этажность зданий, а сами работы проводились некачественно. Ширина лестничной клетки, если она не соответствует, я как ее могу с вами расширить? Они соответствуют на 20-30 сантиметров. Это довольно-таки серьезное упущение, на которое никто не может закрыть глаз. Поэтому представьте, там уже коробка здания стоит, и как мы сейчас выйдем из этого положения. На совести «Континента» было 232 обманутых дольщика. 220 квартиры уже получили. Осталось 12. Либо кто-то в местах не столь отдаленных сидит, либо кто-то умер, либо кто-то принципиально не согласен с предлагаемыми вариантами. Но мы все это отрабатываем. Проблема дольщиков не только и не столько тюменская. В России по вине недобросовестных застройщиков свои деньги потеряли несколько десятков тысяч человек. Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надежно защищены. От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане. Проблему с оставшимися долгостроями правительство планирует решить в ближайшие годы, и тема обманутых дольщиков должна быть закрыта.